здравствуйте с вами проект квартирный контроль я вам ведущая мария федорова и мы продолжаем ознакомить вас новостройками и жилыми комплексами столицы новой москвы и подмосковья сегодня наш герой проект компании лидер инвест жилой комплекс дом в мневниках место действия северо-западный округ москвы район хорошо бы мневники улица демьяна бедного владения 15 жилой комплекс находится примерно на одинаковом расстоянии от станции метро полежаевская и станции октябрьское поле таганской краснопресенской линии добираться до полежаевской удобнее всего конечно же транспортом туда ходит 5 автобусных маршрутов и 6 троллейбусных если вы захотите пройтись пешком то нужно заложить не меньше 25 минут потому что расстояние составляет более двух километров чуть ближе расположена станция мцк хорошова а в перспективе на пересечении улице демьяна бедного и проспекта маршала жукова будет построена станция метро улице народного ополчения говорят она появится уже где-то к 2020 году когда будет построена метро улице народного ополчения на городском портале пока не говорится станция обозначена на перспективной карте 2020 года в составе большой кольцевой линии транспортная доступность проекта обеспечивается удобным выездом на звенигородское шоссе по которому до третьего кольца 5 минут до садового 12 минут езды если без пробок конечно проект компании лидер инвест представляет собой жилой одноподъездный дом сложной формы созданный по проекту архитектурной мастерской сергей киселев и партнеры высота здания 16 этажей но одна из его частей ограничилась девятью под землю дом уходит на два этажа здесь разместится паркинг число машин и мест в паркинге равно количеству квартир в доме 98 первый этаж в жилом комплексе нежилой и одно из помещений уже имеет конкретное функциональное конкретно функциональное назначение там разместиться учебный центр в других помещениях как подсказывает нам баннер не такой подвижный как предыдущий разместиться кафе булочная но даже если на первом этаже не окажется кафешки и булочной то жители дома не будут страдать от недостатка торговых объектов их здесь действительно очень много принципе вся эта часть района имеет очень насыщенную инфраструктуру прямо напротив дома расположена парикмахерская магазинчик бытовой химии аптека библиотека подарком молодым родителям будет соседство с детской поликлиникой то есть буквально вам от дома пройти но меньше минуты что касается школ то в этой части вот на этом пятачке их 2 плюс 1 детский садик это все собрано в единый образовательный холдинг номер 1560 если садик холдинга вам не подойдет то в альтернативный вы уже будете ходить через дорогу что приятно что здесь еще пешком можно дойти сразу до двух вузов это университет связи и информатики до него пешком наверное минут 15 и еще есть налоговый институт это уже в сторону полежаевской но наверное минут тоже за 10-12 можно дойти до него жилой комплекс возводится на компактном участке который прежде занимала телефонная станция на преддомовой территории предусмотрено место для детской площадки и для отдыха взрослых есть и несколько мест гостевого паркинга будет ли территория огорожена вопрос пока открытый работа на этом участке начались осенью 2016 года и уже в декабре того же года здесь был вырод котлован но в принципе всю историю развития этого проекта вы можете увидеть на нашем портале квартирный контроль в разделе фотоотчет сейчас здесь уже заканчиваются точнее уже закончены монолитные работы заканчиваются отделочные потихонечку здесь ведется уже благоустройство территории по крайней мере от уложен бордюрный камень что же касается окончания строительства то она намечена на третий квартал 2018 года дом строится по монолитной системе причем архитекторы постарались чтобы внутри квартир было как можно меньше пилонов основными несущими элементами являются стены а заполнение между ними выполняется из бетонных блоков и из керамзита бетонных блоков фасада здесь навесные вентилируемый но я хочу посмотреть на них поближе вот здесь нам будет удобно посмотреть все устройство фасада сблизи во всей его красе выполняться такой такой фасад будет как на монолитных частях так и на кладках из бетонных блоков здесь два слоя утеплителя rockwool подсистема вентфасада и сверху это все будет украшено фиброцементной плитой двух цветов шоколадного и белого но чтобы увидеть их нам лучше конечно спуститься опять во двор но вот отсюда облицовку видно гораздо лучше как я сказала часть выполняется в шоколадных цветах и часть будет белая нижний этаж и цокольный облицован будет уже гранитом и объемной керамикой на фасадах обратите внимание предусмотрены корзины для кондиционеров причем они какой-то нестандартной формы как мне кажется они очень большие вас подъезде установлено два лифта это два лифта производитель лиман соответственно один лифт 630 килограмм другой 1000 килограмм грузоподъемности оба лифта принципе спускаются на минус второй этаж на нем можно доехать подземную парковку еще я видела мусоропровод да у нас предусмотрен мусоропровод это редкость большая это сейчас большая редкость но при этом качестве наша управляющая компания она естественно будет следить за тем чтобы мусоропровод был всегда в аккуратном и хорошем состоянии находиться это удобно подошли пакетик выбросили а как будет отделанное место общего повседения мы говорим об этажах ну вообще во всем доме предусмотрен дизайнерский проект по отделке мест общего пользования да поэтому на каждом этаже это будут сейчас очень качественная отделка это керамогранит будет на полу хороший потолок и соответственно по дизайнерскому проекту это отделаны стены на первом этаже мы сейчас не можем попасть да там работа там идутся работы сейчас так как скоро уже передача ключей на первом этаже это будет огромное сейчас лобби да в котором можно принять гостей там будет зона ресепшн где можно подойти в принципе да что-то оставить да просто поговорить и при этом конечно будут места где можно оставить коляску велосипед и в принципе не поднимать это в квартиру вход в подъезд сейчас сделан как современной технологии до с уровня ноль когда можно в принципе без барьер на без препятствий зайти сразу в свой подъезд квартиру вас будут сдаваться с установленной металлической двери да такая установлена металлическая дверь сейчас она защищена пленкой в них будет два замка принципе наш покупатель может оставить либо эту дверь либо поставить вторую дверь если удобно либо заменить на более ему удобную дверь сколько метров квартира это 50 трех квадратных метров двухкомнатная квартира с выделены двумя комнатами кухни и с родильным санузлом линейная линейная на одну сторону расположена в ней есть прекрасный балкон сейчас или лоджи остекленная есть двухкамерные стеклопакеты кбе у них есть такая интересная фишка они очень большие и при этом есть две фраму для открывания нижние и верхние открывается только в двух плоскостях но это разные окна они по-разному открываются эта фрамуга часть окон открывается двух плоскостях если собственник посчитает необходимым заменить окна то в целях сохранения архитектурного облика дома ему придется соблюсти общую конфигурацию и цветовую гамму я вижу сейчас потолки достаточно высокие 315 315 высота потолков но естественно станет чуть пониже тогда когда будет сейчас полностью финишная отделка для клиента зависит того кто что хочет если будут подвесные потолки если вы посмотрите предусмотрен над окнами специальное расстояние чтобы сейчас была возможность либо сделать высокий карниз но под потолок либо сделать натяжной потолок у нас сейчас трассировка межквартирных перегородок межкомнатных перегородок вот и в принципе нет сейчас никаких перегородок мешающих сделать индивидуальный проект при если клиент захочет сделать перепланировку многие наши покупатели они хотят объединять квартиры и поэтому в проекте предусмотрена возможность объединения как квартир по горизонтали так и возможность объединения квартир по Опять же, если сейчас такая потребность у нашего клиента будет. А по вертикали как это все происходит? Объединение? Есть части конструктивного элемента, где можно сделать объединение квартир снизу и сверху. Это дополнительное согласование необходимо. Безусловно, это не в каждой квартире можно сделать. Часть квартир позволяет исполнить и такую функцию. На каком этапе можно сделать? Вообще вся перепланировка и любые изменения в проектном решении по разделению в квартире комнат, кухонь. Это делается после того, как наш покупатель принял уже объект недвижимости в том виде, в каком мы сейчас его сдаем. После этого заказывает индивидуальный проект и дальше делается согласование самостоятельно. Мы ему лишь обеспечим эту техническую возможность. Лоджии у вас остеклены все? Да, они все остеклены. На самом деле, очень комфортное остекление, потому что оно раздвижное. Хорошее сейчас остекление. Еще часть глухая. Да, есть часть глухая, есть металлическое остекление. В общем-то, по большому счету, оно достаточно для того, чтобы здесь сделать даже в перспективе и нормальное, комфортное место дополнительного отдыха. То есть это одно стекло, да, раздвижная створка? Да, раздвижные створки, несколько раздвижных створок, и это, и это раздвигается, и третье тоже. Отделка от застройщика у вас предлагается опционно? Ну, на сегодняшний момент мы не предлагаем пока в качестве опции отделку от застройщика, но думаем над ней, потому что весь рынок стремится к тому, чтобы сдавать сейчас квартиры. Это либо с белой отделкой, либо уже с полностью чистовой отделкой. Квартирный фонд дома в Невниках состоит из 1, 2, 3 и 4-комнатных вариантов площадью от 34 до 90 квадратных метров. Квартира наименьшей площади едва ли соответствует классу дома. Удивляет площадь кухни 7 метров. Для бизнес-класса откровенно маловато. Зато в такой квартире есть лоджия и кладовая. 38,35 квадрата. Здесь кухня тоже невыразительная, 9 метров. Комната 14 квадратов, зато в этой однушке раздельный санузел. Есть место под гардеробную. Двухкомнатный 5205 классическая линейка с одинаковыми по 14 метров комнатами и опять же небольшой кухней. 59 квадратов. Здесь на 6 метров увеличивается одна из комнат. 65,5 угловая двушка с большими комнатами, в одной из которых два окна, просторным холлом и опять же скромной кухней около 10 метров. 69,5 квартира с трехсторонней ориентацией окон. Кухня здесь 14 метров. Вот это я понимаю бизнес-класс. Среди трехкомнатных выбор невелик, но хочется обратить внимание на вариант 86,2 метра. Окна здесь выходят на три стороны. В такой квартире просторная прихожая, два санузла, две лоджии и гардеробная. Четырехкомнатные представлены в одном исполнении. Изюминкой такой квартиры станут, конечно же, окна в прихожей и в коридоре. Света и воздуха здесь будет предостаточно. Кухня откровенно мала и ее однозначно следует объединить с гостиной. Две спальни около 10 метров и третья 15 с лишним. Раздельный санузел дополнен гостевым. Минимальная стоимость квартир в марте 2018 года 7 млн 336 тыс. рублей. До конца месяца действует праздничная скидка 8%. И самый доступный вариант в марте обойдется в 6 млн 700 тыс. рублей. Мы работаем со всеми ведущими партнерами банковскими, начиная от Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ-24, Абсолют, МТС-банк. То есть, в принципе, у нас довольно широкая линейка сейчас для нашего клиента. А самая интересная ставка? Это, конечно, 6,7. Это субсидированная процентная ставка, потому что сейчас часть программы мы субсидируем как застройщик. Тем самым клиенту очень удобно сейчас купить наш объект, получить скидку как при стопроцентной оплате, если он покупает не субсидии, или взять субсидированную процентную ставку и оплачивать более маленький ежемесячный платеж при низкой процентной ставке. У нас сейчас есть ипотека с 10% первоначальным взносом, 15%, 20%, 40%, 50% в зависимости от клиента и от того, как он хочет приобретать. При этом можно сначала внести первоначальный взнос, накопить первоначальный взнос и последний платеж закрыть с помощью ипотечного кредита. То есть, имея около 1 миллиона рублей, уже можно... В принципе, можно сначала вступить в рассрочку, а потом, соответственно, закрыть последний платеж – это ипотечным кредитом. И такая история тоже возможна. При этом многие сейчас клиенты, они выбирают краткосрочную рассрочку. А условия какие краткосрочные? У нас есть беспроцентная рассрочка до ввода объекта в эксплуатацию. Соответственно, эта рассрочка, кстати, очень мало кто, к сожалению, или к счастью к нашему, мало кто пользуется, потому что все-таки условия при стопроцентной оплате ипотеки, они интереснее для клиентов, чем сейчас купить в рассрочку. Здесь же два уровня, да, в паркинге? Да, это двухуровневый подземный паркинг. На 98 машины мест, один к одному с квартирами. То есть 98 квартир и 98 мест. Да, это самый удобный формат сейчас для бизнес-класса. А машины места сдвоенные или все независимые? Да, машины места разные. Самое маленькое машинное место это 13,2 квадратных метра, самые большие 30-метровые машины места. Есть, которые есть зависимые, есть машины места, которые просто крупные, большие машины места на одну машину, на две машины можно поставить. А в продаже сейчас остаются еще машины места? Да, еще есть машины места. Как известно, покупают машины места жители тогда, когда начинают заселяться или когда принимать ключи. поэтому сейчас еще можно выбрать себе удобное машинное место либо на первом, либо на втором уровне. А цена какая? Сейчас минимальное машинное место стоит 1 700 000. Сейчас действуют акции еще, поэтому, в принципе, можно еще успеть весной купить машинное место со скидкой. А если два машинное место приобретают? Дополнительная скидка. А если три, еще скидка есть. От количества машинного места зависит количество скидки. То есть и такие покупатели бывают? Очень много покупателей. Семья в среднем имеет две машины сейчас, поэтому очень часто покупают либо сдвоенные машинные места, либо рядом два машинного места, чтобы занимать между шагом колонн целое расстояние себе для парковки. А за ним можно поставить велосипед. А лифты спускаются на подземный уровень? Да, оба лифта спускаются на минус первый, на минус второй этаж. Можно комфортно подняться к себе в квартиру с покупками, или также выйти на улицу, или выйти в общий холл, и оттуда уже пойти на благоустроенную территорию. Застройщик проекта компании «Лидер Инвест» на московском рынке работает уже 14 лет. И нашим зрителям девелопер известен по обзорам дома на Сходнинской, проекта «Лидер на Волгоградском» и «Лидер в Тушино», «Лидер на Пресне» и «Лидер на Масловке». Я хочу сказать, что при такой классности объекта, потому что это реально дом бизнес-класса, в такой локации, где вокруг полностью готовые инфраструктуры, где обжитый район, где, в принципе, шаговая доступность до метро, это один из самых популярных наших объектов, реально по цене до 7 миллионов рублей, но практически предложений здесь нет. Поэтому в основном наши покупатели, это, конечно, жители района, те, кто хотят остаться здесь, те, кто ходят в эти школы, детские сады, лучше свои жилищные условия с учетом существующей застройки. Конечно, наше предложение, если не уникальное, то, по крайней мере, весьма и весьма выгодно. Наш обзор жилого комплекса дома в Нюниках подошел к концу. Пока ситуация настройки и темпы работ не вызывают у нас каких-либо беспокойств, но мы все-таки рассчитываем вернуться сюда ближе к сдаче дома в эксплуатацию. И, конечно же, покажем и расскажем обо всем в наших следующих обзорах. Ну а пока вы можете следить за судьбой этого проекта на нашем портале квартирныйконтроль.ру. Заходите в раздел фотоотчеты, вступайте в обсуждения и делитесь вашими впечатлениями на страничке этого комплекса на нашем портале. И, конечно же, вступайте в наши группы в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в YouTube и оставляйте ваши комментарии и вопросы под этим роликом. Как всегда, желаем вам правильного выбора. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!